Всем привет, с вами Юмилия, у нас 10-ти часовой стрим, и прямо сейчас мы будем смотреть Анастасисы Брайна Мапса, играем с Брайном в страшные игры. Я очень надеюсь, что тут не будет реально страшных моментов, потому что я та еще цикунь, я еще сейчас утро, и я еще не распространилась, поэтому я могу быть немножко странненькой, и давайте смотреть. Ой, какой шум. Всем привет. Совсем недавно произошло, как мне казалось, самое страшное и рискованное, что вообще могло быть в моей жизни. Мы готовили еду с Максимом. Помним, помним. Яичко. Вообще, я до сих пор не понимаю, как они сперва сварили морковь, а потом захотели ее чистить, это же нелогично, абсолютно нелогично. Но я понимаю, что они не особо и такие повара, и я тоже не особо хорошо готовлю, но это же вообще нет логики. Ну ладно, это в принципе их дело. Здорово. Я думала, что страшнее нашего тандема на кухне нет ничего, а потом Макс предложил мне поиграть в игры. Хоррор. Знаете, такое ощущение, что с прошлого видоса, который вот этот вот про их готовку, у нее корни больше отросли, ну потому что там они особо заметны не были. Я согласилась. Вот дуреха. Она не знает, на что согласилась, ей просто пиздец. И это будет мой первый раз, потому что раньше я никогда не играла в страшные игры, возможно, именно поэтому я все еще живу эту жизнь. Ну и не надо было начать. Я выбрал три хоррор игры. Все. Мне уже страшно, зачем ты так орешь и смеешься. И они отличаются степенью страшности. Мы начнем с первой игры, которая не такая уж и страшная, но я думаю, Настя все равно с ней обосрется. Она детская? Она детская. А ты играл? Ну, как-то было дело. Ну, то есть ты жив. Вторая игра чуть-то пострашнее. Но у тебя нет нервных тиков никаких? И посложнее. Мне придется подумать немного. Кому? Ну, ты же играть будешь. Третья игра самая страшная по атмосфере. В общем, мне из-за этих трок, наверное, страшнее всего было играть именно в третью. Так что посмотрим, доживешь ли ты до нее. После нее. Ну, хотя бы до нее. Ну, поехали. Надеюсь, что я доживу. Блин. До конца этого стрима. Я ноги чуть не сломала от страха. Просто тут музычка классно играет. Я хочу тебе ее показать, а когда я сворачиваю, почему-то она исчезает. Спасибо, слава богу. Вот знаете, кто-то в чате написал, что желаю выжить в течение 10-часового стрима и провести его до конца. Вот сейчас они усложняют мою задачу, и я надеюсь, что все со мной будет хорошо. Игран называется «Три часа ночи в Красти Краб». Мне моя маникюрщица рассказывала, что все демоны просыпаются в 3 часа 14 минут. Что? Это точно маникюрщица была? Она просто помнила первое число 3-14, это число Пи. Да, кстати. Точно, но это для умных. Ну вот. Так. Ты готова? А мне обязательно нужно мышку держать. Ну, в смысле, ты же ходить должна. Маня. Смотри. Это мистер Крабс, что ты заподозрил. Все, давай. А можно все уже? Это Майнкрафт, что ли? Это спанчбоб в виде Майнкрафта? Ну, судя по вуд этому. Это единственная комната, в которой ты в безопасности. Тебя тут никто не тронет. Но если ты выйдешь туда, то там уже будет тебя поджидать кто-нибудь. Ну, спанчж-воп, наверное. Или скридворд. А, нужно знать английский, то есть. Приседать на КТРЛ. Я не люблю спорт. Вот. Это лист того, чего ты внушил. Я не люблю спорт. Правда, знаешь, занимается. Тебе нужно собрать все деньги из кассы, которая где находится? Где находится касса? В кассе? Нет. Ты смотрела мультик, кто за ней стоял? Ээээ, скридворд. Да. Теперь по местоположению знаешь примерно, географическому. Я... А мне интересно, зачем забирать деньги из кассы в 3 часа утра? Нет, у меня, во-первых, кретинизм, а во-вторых, я не смотрела спанчбоба почти. В смысле? Ты же любишь, сказала, бургер. Но это не... Это разные вещи. Я тебе сразу скажу, что монстр, он, когда появляется, свет начинает моргать. И когда начинает моргать свет, тебе нужно убегать сюда обратно. Спасибо, я не могу, у меня заклинило руку, я боюсь, я не могу, я боюсь. А где здесь касса? Видно кассу? Она слева прям, почти сразу. Ма! А! А! Стреснее, там же написано. Я запуталась в кнопках уже. А, подожди, это только... А! Уже он! Да нет, смотри, это загрузка. Это просто типа... Не было, что там еще никого. Он приехал на машинке, на автобусе. Еще красные глазки. У меня такая плохая видимость на этом мониторе, особенно, когда что-то темное. Сейчас нужно будет играть. Поэтому я могу что-либо не заметить. Он просто хочет бургер. А, это монстр такой. А! Семён это монстр. Пошел в жопу. Давай. Вот здесь вот. Видишь, там касса была. Как без кривера, пах. Он ушел, давай. Вот, касса. Подойди к ней поближе. Зажимай Е. Так, и жми. Пока все до конца не стоит. Лутаем, лутаем, лутаем денежки. Если свет будет моргать, то тебе лучше бежать обратно. Я не хочу на него смотреть. Ты унижал? Да! Ну, в общем-то, поняла, в чём твоя задача. За ними так забавно наблюдать. И самое классное, что пока что я вижу по монтажу, то, что какие-то страшные моменты она не показывает в основном. По крайней мере, в начале. То есть она в эти моменты показывает именно свою реакцию. Брайан делал то же самое, когда игра у Слендермена, и какие-то реально стрёмные моменты, я их, можно сказать, как зритель, не замечала, потому что он показывал именно себя. И это очень круто. Потому что я, например, не хочу сейчас сидеть и смотреть этот видос и обсираться. Мне хочется посмотреть на их эмоции, поржать, поугарать немножечко. Ну, сейчас, блин, я сейчас, блин, тебе, блин, деньги. Ты собралась, ты молодец. Ты выиграешь эту игру судьбы и жизни. Ты сможешь, мы в себе верим. Ты залутаешь эту кассу полностью. Ты хочешь рискнуть и продолжить себя не бежать? Это наверняка по ходе. Ну, что неожиданно вылазить, наверное. Потому что неожиданно вылазить, наверное. Я его увидела. Такой звук ещё. Тунь-тунь. Когда начинается этот звук, я начинаю забывать, какие кнопки нажимать. Я и так не помню. Почти. Я так не понял, ты в итоге успела? Успела, успела, она же против. Непонятно, по-моему, ты отжала самый последний момент кнопки. Су**, ну-ка. Я проверю просто хотя бы. Да, ты её отжала. Так что раунд два. Кортка моей. Всё. Ну, ты зачем это сделал? Так, жми до конца. Всё, беги, 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 беги. Давай, 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 давай. Иди туда, давай, давай. Сейчас кто-нибудь вылезет. Молодец! Что? Так, следующая задача тебе нужно. Знаете, даже это как-то странно, потому что обычно в такие моменты должен вылезти какой-нибудь скримак. А тут она просто пробежала и всё. Можно я сама? Тут сложно. Давайте. Тебе нужно упаковать. Блин. А я действительно особо бы не смогла сама перевести. Tower. Left tower. Остатки. Мусор. Оставшиеся котлеты. У меня есть решение. Какое? Я в психолог... Она просто их съест, да? ...видела. Оставшиеся котлеты. От психолога совет. Когда вы нервничаете, берёте вот так и второй рукой вот так, раз, и сидим. Я не знаю, что это, но это должно помочь перестать нервничать. Получается? Ну да. У меня рука не на мышке и не на клавишах. Мне так спокойно. О, пенис. И правда. Что? Это монеты. Any penis. Какие-нибудь пенисы. Детская игра. Вон они, остатки. Вот тут лежат. Спасибо, вижу бургеры. Ладно. Иди. Нет? А, нет, жди. Молодец. Спасибо, ребят, большое заданное. Я чуть-чуть позже отвечу. Я там прям стоит там написано. А ты рискованная, а сейчас он тебя нахалит. Всё, халит. Вот эти остатки. Тоже надо зажать. Давай. Пакуй. А почему так медленно? Они не умеют с едой вращаться? Иди. Наоборот, может, аккуратненько там. Всё на чили. Я уже вспотела вся. Хочешь под... Не знаю. Судя по нему, она не собрала никакинки. В общем, мусорки в туалете. Посмотреть на наличие монет. Потому что это же мистер Хабс. Любая монетка у него должна быть. Даже из толчка? Да, даже из толчка. Поэтому иди в толчок и ищи монеты. Можно я тогда ещё насрую, когда испугаюсь? А где толчок? Ну он там, по-моему. Ищи туалет. Тубзик. Тубзик такое смешное. Давай. Кстати, да. Тубзик. Откроют эту дверь. Тубзик. А почему туалет так называют? Тубзик. Интересно. Я даже никогда об этом не задумывалась. Его нет, его нет. Он не здесь. А... Только... Я нашёл. Пенедурку. Спасибо. Так, я как только зажму, ты будешь бежать. Готовься. Я сейчас убегу уже, да? Другой конец комнаты. А теперь беги. Ну сейчас. Ну это, видимо, он... А, он здесь! Брайн так просто угорает с реакцией Насти. Он похрустел тобой. Мне кажется, он даже специально нагнетает обстановку. Такой, а, он здесь. И она видит то, что происходит на экране. И то, что Макс кричит. И такая прям запугается. Он это делает специально. Рустам так же делает. Мы это не будем, но мы в кое-что другое. Тоже в детстве. Ещё похуже, да? Нет. Взрослые. А что? Тебя это интересует? Меня вообще ничего из этого не интересует. Меня интересует только моя жизнь. Пока что. Милая музыка. А мы у Макса на канале. Приятная, кстати. Весёлое видео сняли. Ссылка в описании будет. Если я доживу, я оставлю её. Называется One Late Night. Как думаешь, как приводится? Ночь. Аж ладно, ночью. Однажды поздней ночью. А-а-а. Ну я угадала два слова. Ну да, не так уж и плохо. В общем-то, мы офисный работник, которые остались в офисе. Нас много. Нет, мы один. Я ушли уже. Вот дерьмо. Так уж получилось, мы заснули. Мы хотели поработать и уснули, и потом мы хотели пойти домой, но у нас не получилось, нас чуть не сожжали. Как-то так вот. Вот такова уж сущность, сущность. Готова? Нет. Ты не переживай, в самом начале страшного общения будет. Кстати, так сказал, ты не переживай. Резкого, а в конце, а в середине. Ну, в самом начале вообще не будет, так что ты вникая в историю спокойно. Плавно, да, спокойно получай сердечный приступ. Переписка с Линдой. Я пишу, эй, сори. В общем, я приду позднее, чем я ожидал. Не уверен, что я когда-нибудь приду домой. Шучу, там такого не написано. Не уверен, когда, но я позвоню тебе по пути домой. Это он со своей женой или девушкой приписывает. Или с любовницей. Ну да. И тогда пусть его зажрут нахер. Время проверить. Жестко кофе. Да, готовили мою кофе. Он типа приуснул, приуснул. Ну давай, офисный работник. Дерзай. Вот это твое рабочее место. Прям как у нас. А у него гроза внутри дома, что ли? Это офис. Кстати, да. Ой, опять по-английски. Или это из окошка, типа свет. Быстро бегать на шифт, если что. Быстро бегать ногами я сейчас буду отсюда. Если что. Это же пробежка, получается. Я спотела не от страха. Смотри, стой, смотри. Слышишь? Слышишь этот звук? Да. Что такое? Принтер? Да. Но его здесь нет. Что? По-моему, тут ящики даже можно открывать. Да. Еды тут нет. Старое винтажное радио. Оно не работает у нас, да? Да. Оно просто тут. Судя по всему, тебе нужно идти. Я застряла? Ой, я застряла. Я толстая. Забагалась, походу. Смотри, все. Расстряла. О, можно покрутиться на стуле. Ой, блин. Происходит попытка услышать что-то страшное? Да. Это просто гром. Вставайся, стула. На пробел. Ты перестряла. Блин. Как Настя могла просто сломать игру? Ты специально отбила? Настя! Можно мне жвачку? На первом этаже. Жуть ее. У меня тут нет, где-то жеваная есть. Кстати, для меня было удивление, когда я у Саиндука узнала, что раньше в Советском Союзе люди жевали, могли жевать одним классом одну жвачку. То есть представьте, куча людей, там 10 человек, а иногда больше жевали одну жвачку. Так это реально правда. Я спрашивала у мамы Рустема, и реально такое было в их время. Ты чё? Да ничего не будет, иди. Я тебе гарантирую. С вероятностью 99%, что ничего не будет. 98. 90. 50. С каждым движением? И, кстати, это, по-моему, 10 процентов уменьшаются. Да ничего не происходит. Да просто он офис Роберта. Он просто обратил внимание на это. Мое сердце тоже обратило на это внимание. Как выйти? А однажды он исчез, внезапно восстановился. Спасибо. Слава богу. Смотри, вот этот сканер работал, по-моему, да? И чё, он выстрел? А, ничего нет. Ну ладно. Иди, 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 иди. Нет там никого. Пока что. Пока что. Ты же сказал, никого нет. А почему он работал и сейчас перестал работать? Ну это какие-то сбои, наверное. О, кажется, он опять работает. Так оправдывает просто элементы холода. Ну это сбои, наверное. Нет там никого не будет. Иди спокойно. Иди, иди, иди. Он пытается что-то выстрелить, но у него не получается. Запор, наверное. А то кофе твое кипит. Быстрее на кухню. Вот тут тебе поспокойнее будет твоя зона комфорта? Значит, ты заборвала свое кофе, и теперь можешь идти обратно к себе в кабинет. А могу ли я выпить здесь? Ладно, мне ничего не страшно. Смотри, он что-то высирает. А, или нет? Это было? А, было. По идее. По идее? Может, там бумаги нет? Нет, не по идее. Возможно, сейчас выскочит огромная рожа. Компьютер, смотри. А, я вижу тебя. Что это? Как переводится? Переводится, я тебя вижу. Что-то было? Я сгорала твою. А что-то было? Я глух. О, мой бог. Жесть. Давай, может, так оставим? Нет. Давай оставим компьютер и перестанем это играть. Что это было? Что это было? Блин. Вот эти хорроры твои, вот эти. Вот, вот, я поэтому не играю в хорроры, потому что я так же, как Настя, на все это реагирую. Лампа, 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 лампа оживает, у нас лампа оживает. Да, это у нас тут просто, она просто держится на херне какой-то. Под названием призраки. Мы закончим с этим. Ну, увидел тебя кто-то, может быть, это поклонник, может быть, он... Подписчик. Может быть, он решил так себе намекнуть, что я тебя вижу. И что делать? Сидеть, пить кофе. Это я умею. Ну ладно, пойдем гулять. Похрабрела девка. Ты просто задолба. Это что, оружие? Это, типа, он нервничает, наверное, так. Это как-то так выглядит крипово, если честно. Закрыто. Здесь всего лишь закрыто. Очень крипово. Это было закрыто. Нет, это было закрыто. Он так убедленно это делает. Нет, в кухне нет, в двери это, в туалет дверь. А, она была закрыта. Ну, кто-то посерить пошел. Камер. Он пытается что-то выстроить, но у него не получается. Запор, наверное. Да. Хочешь в туалет сходить? Я недавно была. Сходи. Я тоже. Я недавняя была, чем ты. Ну, давай. Спасибо. А то, Настя, вот так только умеет ходить. Вебком называется наша компашка, как говорится. Смотри, это было бы все вышли вообще из офиса в целом. К лифтам, домой. Но он закрыт. Конечно же он закрыт. А почему так меня держит? Стой, слышала? Да. Да почему так в туалет не может пойти? Да, иду, иду. Там ножки чьи-то. Что? А, это реально. Одна тут, одна там. Я тоже сперва подумала, что это ножки. Ну, реально странно выглядит. Никто не посеял. Ключ нашли в туалете. В туалете ключ. Кто-то высрал его самим за вниз. А, это ключ от кабинета Роберта. Это знаете, как в игре Спонджбоба, там, получается, в туалете надо было искать деньги, а тут в туалете ключи. А тут что? А, нет, ничего. Ну на, выходи теперь. Я зашел в туалет, и ты теперь выходи. Нет, это же ты зашел. И ты выходи. Нет, ты выходи. Так что можешь уходить. Да там никого нет, всего лишь ветер. Я этого не делала. Ну это ветер. Какой ветер? Это не так работает. Вот видишь, никого нет. У тебя ключ от кабинета Роберта, теперь я делаю в кабинет Роберта. Кстати, раньше обратил внимание на то, что этот Роберт когда-то пропал, да? Конечно. Мне кажется, вот в кабинете сейчас будет что-то скреплено. А откуда ты знаешь, что это от Роберта? Там написано было. А, я не читала. Я не умею. Ну, конечно, вот так вот. А где Робертовский кабинет? Рядом с тобой. А вот это уже было очень крипово. Что? Я думала в этой игре, а это у них там... Подожди. Леш. А звонок откуда? Вот мне тоже интересно, это в игре или... Иди в кабинет. Пожалуйста, иди в кабинет. Пожалуйста, иди в кабинет. Да ладно, давай я зайду, закрой дверь, а ты поднимешь трубку, ладно? Ладно, давай так и играть. Это наш поклонник. Жест. Вот это уже очень-очень стремно. Или она, или они. Ну и пусть видят, смотрят, ничего страшного. Все мы видим. Всех. Никого нет, господи, сучь. Так, что написано, читай. I hear her knox on the door. Как приводит? Я имею ее к ноге. Я слышал твои. Я слышу ее штуки в дверь. Сучку убила уже многих. Смотри, тут доска... Там пицца лежит? Нет, это была доска Уиджи. А что такое доска Уиджи? Что это? Уиджи. А, это типа доска с призраками общаться? Да блин! Там нож скапает, походу. Что происходит? Я сейчас умру. Времени... Час ночи, времени почти. Уже начался дождь, сломался свет, доска Уиджи появилась. И мы в туалет сходили, но не посрали. Почему? Самый главный вопрос. А ты пока играй, Игнать. Давай, Игнать. Только не обижь, чтобы с лестницы нахрен не упало. Ого, если тут капали, типа капали. А, это на пол капало? Да. У нас уже чердак потек. Это не пицца, как ты могла заметить. Это... О! Так лучше? Да, так мы рассмотрим монстра поближе и поярче. О, что это такое? Смотри. Записька. Ой, это мы... Записька. Прятались. Тут можно прятаться. Записька. От кого? Она... Да, просто. Так, она совершила очень плохие вещи. Интересно, кто? А смотри, что тут написано? Она подходит ближе. Призрак или дьявол в черном одеянии? Это я сейчас только что сам придумал. Про черное одеяние. Прикольно? Что за стучит? Выходим из игры. Выходим из игры. Стой, кто-то куда-то стучится. Нет, вообще, вот сейчас мне тоже начинает становиться страшнее, потому что обстановка накаляется, и становится ясно, что это было только самое начало до этого, и сейчас реально будет жесть. Моё сердце. Это игра не про Спонжбоба, тут, мне кажется, что страшнее все это. А сейчас выйдет из меня. А мы это, открывали очки? Да. Открывали, открывали. Нет, я столько очков не открывала здесь. Ты вообще тут ничего не делала. Поэтому я еще жива. Может, все-таки ты уже будешь играть? Не, я не могу, у меня ладошки потные, не будет получаться. Иди ты вперед. Там никого не будет. Наверное, да? О, какая я сильная. Это ты кинула стул, да? Ну, вот видишь, мне страшно же было. Да, совсем не страшно. Знаете, она крикнула, и аж стул отлетел. Только вот я. Попас рот. А давайте теперь назад. Кто-то стаканы голосом разрушает, а Настя откидывает стулья. Я что-то сам не ожидал этого. Кухонька открылась. Кушать будем? Ой, смотри, красный шарик. Иди к нему. Давай, давай. Я сразу оно вспомнила. Шарики не люблю, я не люблю шарики. Придется полюбить. Так, подождите, это еще третья игра будет. Жесть. Жесть. Ты сейчас прошу. Очень все видно. О, смотри, шарик. Да давай уже, соберись, Настя, давай. Это все лишь шарик. Я вот ему, например, не верю. О, это была она? Да, не страшно же. Я не посмотрела. В смысле? Я тоже, если честно, я частично тоже не увидела, потому что вот так вот рукой закрыла. Я не хочу бугаться и бояться. Скример был, но скример подряд такого не может быть, поэтому можно спокойно идти дальше. Так у нас один к другим. Стулок летел, шкафчики открылись. Это мини-скример. О! Что это? Подожди, смотри. Нет. Она идет к нам. Видишь? А-а-а! Я смотрю! Убегай! Она медленно. Старуха, медленно. Быстрее, у тебя есть время. Убегай. Скорее к нам. Она сейчас по-любому напрыгнет в конце. Она сейчас напрыгнет. Я ничего не вижу, я ничего не вижу. Я все еще ничего не вижу. Все, мы спрятались. Она нас не найдет. А, она тупая? Да. Ты говорил, не будет страшно. Ну, не страшно. Видишь? А-а-а! А-а-а! Я помню! Ну, видишь, скример уже был. Второго подряд не будет. Он так смеется? Это был обман все-таки. Нет. А что за звук был? Сердце типа стучит. А, тут ты бегаешь? Понятно. У меня такого звука не было. Потому что я не бегаю, видимо. Тебе нужно в такой же офис поместить. Может, тоже побегаешь? Да я уже побегала сегодня нормально. Мне хватало. Хватило. В игре? От игры. Ой. The light. Твой друг светит. Свет это твой друг. А-а-а! Светит. Знаешь, как мужское имя? Свет это светит. Светой. И светит. Светит. О, фонарик. Это что значит? Что, скорее всего, нахрен обесточит тут все электричество в офисе. Мы будем в темном офисе бегать с фонариком. Прикольно. Вообще, за все время... Почему он просто не может подойти к двери, разбить стекло, открыть ручку и свалить оттуда нафиг? Что мы пытаемся... Что ты играешь? Должен быть рассвет уже. Ну, это так не работает. Ой, там пентаграмма какая-то, что ли, была? Или мне показалось на столе? Так, все, я выхожу, и ты играешь. Ибо не хуй. А, она тупая, она молота... Ой, а как бы, куда я бегу? Тут как бы, бежать некуда. А что там теперь делать, твою мать? А под столом можно, по-моему, спрятаться. Привет, крошка. А посветить на нее фонариком? Она сквозь стекло проходит. Вот тварь. Крутая. Крутая. Ура, игра закончена. Что, серьезно? Это только 50% игры мы прошли. Что-то какая-то игра прям очень хорошая. Умираем, мне нужна детская игра. Я сейчас просто сдохла. Я уже умерла несколько раз. Я уже пробежалась несколько раз. Я уже сделала пробежку. Сверх нормы. Я так много никогда не бегаю. Настя пытается отмазаться от третьей игры, потому что она уже обосралась после второй. Я не могу. Но послушай. В третьей игре скримеров не будет. Это будет полностью скример. Какой это тогда хоррор? Скример. Игра скример. Нет, ни одного скримера там не будет. Я тебе уже не верю, ты меня уже обманываешь. Она пугает других. Чем? Ты даже видишь меню какое милое? Сверочки. Игра называется контент. Контент. Сейчас будет у нас. Как Настя опирается. У нас тут сзади, прямо за камерой стоит вот это. Что? Кьюти. Кьюти. Ничего, она просто язычок показывает. Такая вот она. Вот так вот. Да ноги замерзли. Я пока кусочки надену. Должна понять. Никаких вот этих вот. Найди. Не принимать это. Ты должна играть до конца. До смерти, то есть. Да, она короткая. А, да. То есть до смерти. Беседка похожая. Я кушала в такой похожей. Сейчас накушаешься, говна. Я думала, что он ей там Слендермена какого-нибудь поставит. Или Аутласт. Ну давай. Иди. Ну, походи. Посмотри уже до конца. Это машина. То есть у тебя, я так полагаю. Есть тачка. Да. Можно уехать и свалить отсюда. Вот-вот. Красиво, да? Ищи вход. Здесь кто-то сидел. А может лучше найти? А, до этого? Из этой игры. Кто-то здесь сидел, впердел. А здесь кто-то упал. Или кто-то повесился. Вот дверь. Оптимистичная. Она, наверное, закрыта будет. Да, закрыта она. Нас здесь не ждут. Уходим. Уходим в игры. Я тебе помогу. Ты должен в сарай зайти вот в этот. Ключик здесь. Тут ты себя безопасно чувствуешь в этом сарае. Ну, когда ты держишь мышку и играешь. Да, я себя безопасно чувствую, то ты можешь встать и убежать. Впереди и открывай дверь. Этим ключом. Вот вы бы так поступили. Вы бы когда-нибудь так поступили. Вы бы все дураки. Вообще все эти хоррор игры, они полностью нелогичны. И тот же самый Outlast там тоже нет логики. Ну, в некоторых моментах. Нет, даже вот в самом начале. Зачем ты один лезешь в какое-то страшное поместье, где куча психов? Нет бы вызвать полицию или еще кого-то, но ты лезешь туда один. И ты видишь, что там творятся какие-то странные вещи. И ты идешь дальше, дальше и дальше. Зачем? Для чего? Почему? Вообще? Какого нафиг фига? И даже то, что случается с главным героем в первой части, я не буду спойлерить. Ну, как он там? Блин. Короче, если хотите поиграть в Outlast, то сейчас вырубите звук. То, как он там умирает, это тоже настолько тупо. И зачем вообще? Вот тот же самый Спанч Боб. Зачем он в 3 часа ночи идет забирать деньги с кассы? Для чего? Почему? Как вообще? Это очень странно и нелогично. И предыдущая игра. Он находится в офисе 1. Там призрак. Какой-то Роберт пропал. И он слышит странные звуки. Почему бы просто не подойти, не открыть дверь? Да, дверь заклинила. Ты просто нафиг ее выбиваешь, потому что ты понимаешь, что тут что-то неладное, и бежишь оттуда. Все. Если бы тебя заглохла машина. Я бы поспала в машину. Мне кажется, что если бы в этих хоррорах не было бы вот таких вот тупостей от людей, то не было бы просто вообще всех самих этих хорроров. Потому что если люди не тупят, то нет таких моментов, когда они себя загоняют в такую ситуацию, что им становится еще потом страшно. А если у тебя нужна какая-нибудь помощь? Мне сейчас нужна будет экстренная помощь психиатра. Бабочки. Это тут сранье? Да, тут срач полный. Блин, странная игра. Красиво? Нет. Почему? Потому что обосраться как страшно. Это же ничего нет пока что. Тарелки есть. Ну давай, давай, Настюха, давай. Я не могу. Я не могу. Устала, знаешь ли, я уже исчерпала все свои физические силы. Моральных у меня тоже не осталось. Паутинка. Мух нет, их съели. Пауков. Пауки кушают мух. Ага, я думала, ты имеешь в виду, что пауков тоже съели. Тот, кто в этом доме обитает. Можешь тут оборачиваться с полной уверенностью. Ну и догадка. Здесь никто на тебя не напрыгнет. Я тебе говорю. А! Видимо, правда. Если Макс не испугался. Я не могу понять, где я. Как вы все? Пойди на второй этаж. Там лестница была. А я не хочу подниматься по лестнице. Это слишком сложно. Смотри. Ты что? Фонарик в багаж. Фонарик в багаж. Смотри, смотри, тихо. Там просто для вас как-то было. Что за звуки такие? Иди. Тебе фонарик больше не нужен. Ну, сломался фонарик, ну ладно? Мне так страшно не было никогда. Да что ты... А теперь... О! Включили нам свет. Видишь, какие добрые жильцы-то тут. Ну, или жильцы. Кто играет в хоррор-игры? Кому не хватает страшности в жизни? Да, вот-вот-вот. Я тоже не понимаю, зачем играть в хоррор-игры? Это первое. А второе, как можно от этого получать удовольствие? Я этого тоже не понимаю. Мало страшного в жизни? Как будто ти шокар сказал. Я вот рада, что меня хоть кто-то понимает, потому что я еще не сталкивалась с таким мнением, как у меня... А Настя, она вот выражает мою точку зрения, типа, зачем это нужно? Что в жизни не хватает ужасов? Скорее молитва. Видишь, тут курточки. Это секонд. Бери, что мне это. Электричество тебе врубили. Видишь, как Нила, получилось. Нила, ты обосралась? Ладно. Тут посуда, тут плита, стул, холодильник, который не открывается, телик даже работает. Электричество проведено, то есть до сих пор живут. Там фотка какая-то старая. А посуду не моют? А зачем? Чтобы кушать потом из нее опять. А здесь кушают не... Я думаю, здесь кушают другим. Других? Не. Кушают других. Не-не-не. Я пошутил. Ну ладно. Ой, как хорошо взял. Ой, как хорошо взял. Сейчас скример будет по-любому. Ну ладно, я думаю, там что-то важное. Ты что-нибудь понимаешь? Там типа просто есть телешоу. Вырезка. Вырезка. Телефон звонит. Нарезка. Скоро из нас будет. Как думаешь, на втором тоже звонит? Я не думаю. Я думаю, как я хочу это выключить? Можно это выключить? Давай, играй. Мне не звонят больше здесь. Значит, тебе больше не заинтересованы. Те, кто звонили. И те, кто потенциально могли тебя спасти. Но заинтересованы кое-кто другой. Это радио. Такой звук стрёмный. Ещё в одном ухе был. Как будто кто-то бежит. Да, по-другому? Господи, если бы не было сиськи, где сердце, я бы дала тебе подержаться за своё сердце. Его даже не надо держать. Его можно на расстоянии почувствовать. Это очень... Мне очень плохо. Понимаю. Мне ещё хуже теперь. Всё, давай, иди. Туда. Я тебе говорю, что тут будет единственный скример, а то это не совсем скример, только в самом-самом-самом конце. Ты говорил, что скримеров не будет варить. Так это не скримеры, это просто... Это же тебе не в роже орёт. Не рожа в рожу, как говорится. А просто рожа появляется в рожу. Не рожа в рожу. А вот только я. Это секонд опять. Смотри, тут прям модный дом какой-то. Там, по-моему, на левом... А, тут дверь даже. Блин, вот ближе к концу видоса я сама начала испытывать, как какое-то такое... нервное напряжение. Конечно. Прям стрёмно сама видится, как скример. Ой, тут дверка просто закрылась. Кто-то наверху ходит. То есть... Что это за звуки? Всё, мне нужно... Как будто кто-то за ручку дёргает. Ой, к нам стучатся, открой. Нет? Я не гостеприимная, я не ждала никого. В смысле? Да. Ой, а нам открыли дверку. Спаленка. Я придумала. Ты сейчас доиграешь, а я обосрусь в конце. И мы закончим на этом. Ну, да. Хорошая идея, только играть будешь сейчас ты. О, нам наверх открыли. Мне кажется, сейчас вот так, как конец ролика, по-любому будет что-то страшное. Вот с этого момента точно ты играешь. Давай-давай. Давай-давай-давай. Слышу звук? Здесь никого нет. Кто это? Это говорит поп. На что похоже ты? Это так стрёмно выглядит. Это сейчас старые... Мой поп обосы. Старые серые фотки, они всегда стрёмно выглядят. Вообще как-то крипово. Вот я даже, когда смотрела старые фотки там родственников, да, вроде бы обычные люди, и выражения лиц обычные, но как-то крипово реально. Как будто смотришь какую-то фотку, и сейчас там появится какая-нибудь стрёмная гримаса, или что-нибудь ещё произойдёт. Я не знаю, почему. Вот для что похоже. Это звучит на белые фотки, порой пугают. Здесь хранят трупы. На морг похоже. Прикол. А конец близко? Конец близко. Просто мой уже очень. Там звук стрёмный. Иди. Нет. Давай-давай. Красивый туманчик. Пройди ты. Нет, 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 я не хочу это видеть, я не хочу это видеть, я не хочу это видеть. Это что? Сейчас прыжок будет в лицо. Вот и всё. Я же говорила, никакого скримера не будет. Нас просто съели. Нахрен заживо. Она всё ещё ест. Всё? Нас просто съели. Подожди, стой. Это смысл игры в том, чтобы скушать? Это в этом смысл? Чтобы тебя скушали. Не так, не скушать, а чтобы тебя скушали. А какой ты ещё смысл сказала? Убить плохое? А, нет. А зачем в это играть, если там не играется? В смысле? Это ты просто не играла. Спасибо большое. Никакой логики нет. Я, кстати, не умерла. Но, возможно, я теперь умру от недосыпа, потому что спать я не буду ещё очень долго. Хотя, в принципе, ночь уже почти закончена. Я рассвет подожду. Да не, она только что. Ну, наверное, всё вам понравилось. Как профессионально играл Макс. У нас как раз батарейка кончается. А у меня кончились нервы. И всем спасибо за просмотр. И мы вас всех безумно сильно... Она права. Целуем и обнимаем. Пока-пока. Ну, в жопу. Я никогда больше не буду в это играть. Блин. Это видос очень топовый. И я реально полностью согласна с Настей. Я безумно рада, что наконец-то кто-то тоже вот высказывает такую же точку зрения, как и у меня. И я теперь надеюсь, что вы ещё больше поймёте, почему я не люблю играть в хорроры, смотреть хорроры. И... Так что не просите меня этого делать. Хотя большинство людей, которые уже давно на меня подписаны, они это всё прекрасно знают. Просто я знаю, что есть люди, новички на канале, которые всё время мне про это пишут. Поиграй вот в эту вот хоррор-игру, посмотри что-нибудь вот это вот страшное. А я не могу. Я реально, когда я пробовала играть в Outlast, пыталась, я не могла уснуть ночью. И мне приходилось даже пить валерьянку, чтобы хоть как-то успокоиться. А я не могу.